Пришла какая-то посылка Сейчас мы ее будем с вами распечатывать Я так понимаю, что это от моей подружки Ли Сейчас посмотрим А внутри А внутри, ребята Кофе со спринч-прессом В общем, друзья, предыстория такая В прошлом году Лия, моя подруга, завела традицию Устраивать кофейную вечеринку Где мы проводим дегустацию разного кофе Каппинг так называемый Мы на самом деле, ее друзья Я очень люблю эти вечеринки Потому что в первую очередь Они нас знакомят с разными сортами кофе Которые Лия, соответственно, больше всего любит Но она выбирает, что мне больше всего нравится Не только свои самые любимые сорта кофе Но дает возможность попробовать разные Где-то более кислые, где-то менее кислые В конечном итоге мы выбираем Какое нам лично нравится больше Она заставляет нас писать Какие нотки мы там почувствовали Ореховые, цитрусовые, еще какие-то В общем, мы все это дело анализируем И свои чувства и ощущения записываем для себя На те бланки, которые она заранее подготавливает И вот это, кстати, именно тот сорт кофе Который мне понравился тогда на презентации В этом году я специально перед этой вечеринкой не пила дома кофе Для того, чтобы приехать и напиться кофе в Долливольт Тот, который мне понравился больше всего из представленных вариантов Но так как в этот раз мы были с Дон Никитоном И последний устал от всего этого веселья То нам пришлось раньше времени собраться и поехать домой Я выбрала самый понравившийся мне кофе Но я так и не смогла выпить чашку его Что делает Лия? Она присылает мне посылочку с тем кофе, который мне понравился больше всего И это, друзья, вообще просто для меня сегодня Стал такой супер подарок Потому что после этой вечеринки тот кофе, который есть у нас из Икеи Какой бы до этого классный он мне не казался Он оказался вообще очень даже невкусным Спасибо тебе огромное, дорогая моя подруженька Сейчас буду варить и надеюсь наслаждаться Надеюсь, у меня все получится И вы посмотрите, какая она заботливая и предусмотрительная девушка Она знала, что подруга у нее кофейная тупица И без понятия, как варить кофе Тут у меня записка лежит с рецептом кофе Во френч-прессе Прекрасно Сейчас мы вместе с вами вот по вот этому листику Подробно пойдем и, я надеюсь, заварим очень вкусный кофе Я надеюсь, он будет такой, какой я ожидаю его ощутить Не хуже Потому что прошлый раз, когда Лия заваривала у меня кофе Вот в таком чайнике Это чайник для чая вообще Но она даже в нем заварила кофе такой, что он был легендарный После нее, по ее же рецепту, я заваривала кофе трижды И у меня ни черта не получилось Надеюсь, что сейчас ее друг, которого она прислала мне в этой же посылке Товарищ френч-пресс Поможет мне в этом Сейчас мы с вами будем, короче, готовить кофе во френч-прессе Утренний мой икеевский мы сразу выливаем в раковину Потому что он Хорошенько промоем кружку сейчас Итак, погнали Не обращаем внимания на вот этот вот чайник Теперь он у нас стоит для декорации Потому что не так давно он у нас по неизвестным причинам сгорел В рецепте написано Одна чашка 250 мл равно 15 граммов крупного граммов Крупного молотого кофе Опять же таки, дорогая моя подруга знала, что у меня нет никаких весов дома И расписала, что 15 граммов на одну чашку Готовую чашку кофе 250 мл Это одна полная с горкой Столовая ложка, друзья Я до этого кофе всегда готовила Ну максимум это 3 ложки кофе Ла-ла, но это мой максимум Обычно это 2 Заливаем горячей 5 примерно минут после закипания водой Немного И третий секунд перемешиваем Доливаем оставшуюся воду и не перемешивая ждем Третий пункт Опускаем плунжер френч-пресса вниз медленно Я так понимаю, плунжер Плунжер Это вот эта вот штукенция Вот эта вот железная Вот это вот есть плунжер Сразу переливаем в чашку Наслаждаемся и прислушиваемся к ноткам и оттенкам и послевкусию Начнем с того, что в нашем доме, я еще раз повторяю Чайник вот этот вот сейчас играет исключительно декоративную роль И мы сейчас кипятим воду вот в таком ковшике Итак, как уже было сказано в рецепте моей дорогой подруги Мы наливаем воду, ставим ее на плиту И ждем, пока она закипит Ждем И еще ждем Закипело Выключаем Все, вода закипела И здесь написано, что вода должна 5 минут постоять после закипания Насколько я помню, как она объясняла Это связано как раз таки с тем, что если заваривать кофе с сильно горячей водой То есть риск создать, в общем, какой-то химический процесс в зерне Который дает очень много масла Очень сильно окисляет зерно И за счет этого кофе приобретает невкусный горький оттенок Поэтому вода должна быть примерно 90-95 градусов Это вот как раз таки 3-5 минут после того, как вода закипела У нас уже прошло те самые 3-5 минут Поэтому время сейчас уже как раз отставить пока кружку в сторону И что тут? Насыпать кофе во френч-пресс То есть мы сейчас эту штуку поднимаем Она сейчас нам не нужна Берем столовую ложку кофе Аромат изумительный Очень насыщенный Кофе у нас молот заранее, естественно Хотя профессионалы рекомендуют Кофе только свежего помола использовать Что он самый-самый-самый ароматный и вкусный Но у нас нету кофемолки, вы сами понимаете Поэтому мы берем столовую ложку с горочкой, товарищи И засыпаем ее вовнутрь После того, как мы насыпали Немного заливаем водой Примерно 60 мл, насколько я помню Да вот столько Буквально на донышке Размешиваем Делаем это для того Я надеюсь, я запомнила все правильно Чтобы кофе равномерно распределился там по кофейнику И помимо всего этого Чтобы, что там, кислород какой-то вышел лишний И вот здесь вот как раз Если мы посмотрим сейчас с вами Мы увидим, что образовывается пена Это как раз таки и есть признак того Что кислород весь выходит наружу А он нам там не нужен После того, как мы полностью к чертям вызвали Выгнали весь этот кислород Доливаем воды 250 мл Я надеюсь, я правильно все понимаю Это примерно половина вот этого кофейника Написано, не перемешиваем Черт-ка-брэ Может быть, поэтому у меня ни черта не получается Сейчас налили И вот так вот ждем моря погоды Две минуты Через две минуты увидимся, товарищи Сейчас важный процесс Мы медленно опускаем вот эту вот штуку вниз Написано Это плунжер называется у френч-пресса Мы вот эти частички Вся эта пыль, которая там есть в этом кофе От кофейных зионерин Чтобы она вся у нас осталась внизу И не попала в чашку Поэтому мы медленно опускаем И сразу же написано После этого переливаем все это добро в чашку И в итоге В нашей инструкции написано После того, как мы переливаем в чашку Наслаждаемся и прислушиваемся К ноткам, оттенкам и послевкусиям Давайте попробуем Обычно, кстати, дома мы завариваем кофе Вот в таком вьетнамском заваривателе Мы вместе с вами попробуем этот же кофе заварить И вот в таком вьетнамском заваривателе И сравнить, какой будет вкус ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, чем отличается спешлти от не спешлти? Вы можете узнать на выставках-ярмарках кофейных Либо вы можете перейти к Лии в профиль И она пишет периодически о разных видах кофе И у нее есть, кстати, даже отдельно В прекрасный пост В котором написано самые базовые отличия Которые на первый взгляд казалось бы Ну, это чушь Петровна Нет, у меня не получился фирмишный во френч-прессе Как это делала Лия Гораздо менее насыщенный вкус Больше воды Плох я в способах заваривания кофе во френч-прессе Поэтому, дорогая моя подруга Напиши, пожалуйста, у меня в комментариях Что я сделала не так И вообще, люди, которые готовят этот прекрасный Ароматный напиток Подобным образом во френч-прессе И у вас все отлично получается Напишите в комментариях Где я совершила ошибку И почему мой кофе похож на водяной кофейный супешник Нет, этот кофе, конечно, совершенно не то Совершенно Итак, готов второй вариант кофе Приготовленный способом во вьетнамском заваривателе Тем, к которому я уже привыкла И сейчас будем тестировать вкус Во-первых, аромат Он сейчас уже более насыщенный Даже если посмотреть по консистенции То, что у меня в кружке Это более плотный такой цвет Не знаю, получится вам показать Видели? Видели все? Цвет плотненький Аромат тоже более насыщенный Но при этом немножко более горький А вот вкус как раз-таки то, что надо Очень такой насыщенный вкус Правда, немного отдает железом Железом, по всей видимости, заваривателя этого И, кстати, завариватель нужно тоже очень хорошо промыть Чтобы он отмылся от предыдущего кофейка Но в целом Хороший кофе, ребята Я открыла для себя Благодаря своей подруженьке Не хочется заесть сладеньким Вкусненьким чем-нибудь Он сам по себе прекрасен И кофе оказывается вкусом Его тоже можно наслаждаться Главное, выбрать правильный, хороший зерна И правильно его приготовить Я надеюсь, этот выпуск был полезен для вас Для меня в том числе Я буду учиться продолжать готовить кофе Во френч-прессе Главная, мне кажется, ошибка была в том Что кофе, которого я насыпала, было все-таки маловато Но я надеюсь, в комментариях мне напишут Где я еще могла промахнуться И тем самым, почитав комментарии Многие для себя, может быть, тоже разберут какие-то ошибки Которые они совершили В целом, еще, конечно, у профессионалов есть весы Для того, чтобы правильно наливать количество воды Отмерять количество кофе Если у вас есть весы для взвешивания еды Пожалуйста, пользуйтесь ими И, конечно, у вас будет получаться все более точно Желаю вам тоже хорошего и вкусного кофепития Подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали Смотрите мои другие видео обязательно И увидимся с тобой в следующих выпусках С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог Пока-пока!